Здравствуйте! План победы Владимира Зеленского, представленный им Верховной Раде Украины и называемый западными аналитиками планом окончания войны, больше напоминал набор констатаций. Пять пунктов, содержащих в том числе три секретных параграфа, вставлены в контекст нежелания Москвы заканчивать войну дипломатическим путем. Поддерживающий Россию Китай, участие в боевых действиях военнослужащих Северной Кореи, наращивание военных поставок из Ирана, по сути, может свидетельствовать о вступлении пророссийской коалиции в конфликт, тогда как страны Североатлантического блока во главе с США продолжают держать Киев на скудном довольствии. Такова логика Зеленского, полагающего, что усилиями западного партнерства Украина должна быть укреплена настолько, чтобы сдержать удар с востока. А для этого Украину следует незамедлительно пригласить в НАТО, усилить ее оборонные способности вплоть до применения дальнобойного оружия в глубине России, разместить на территории страны неядерный контингент военного сдерживания. Это часть тайного замысла Зеленского, к которому имеют доступ главы США, Великобритании и Италии. Кроме того, Зеленский напомнил о сырьевых возможностях Украины, которые могут быть использованы врагом в случае ее поражения, и, наконец, дал понять, что после войны Украине по силам заместить своим контингентом американских военнослужащих, находящихся в Европе. В разговорах с украинскими специалистами сквозит мысль, что если бы такой план прозвучал пусть не в начале, но хотя бы в середине войны, когда ВСУ гнали российскую армию с Харьковщины и с Херсона, предложения украинского лидера воспринимались бы как действительно заявка на победу и формула оборонной доктрины Запада с участием стран Восточной Европы и Южного Кавказа. Но сейчас план Зеленского выглядит как перечень предложений и просьб к союзникам, не обязательной к исполнению. Оттого реакция на презентацию победного плана в Киеве скорее скептическая, почти полностью повторяющая осторожный резонанс от выступления Зеленского на Генассамблее ООН Нью-Йорке. Мы почти все столкнули на партнеров, а какие требования мы предъявляем к себе, пишет депутат Верховной Рады от партии Европейская «Солидарность» Алексей Гончаренко? Где пункт о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов и так далее? Мы многое требуем от партнеров, а наша роль в этом какая? задается вопросом Гончаренко. Депутата украинского парламента Виктория Сюмар, которую цитирует «Киевпост», детализирует свои претензии к плану так. Благодарность и пожелания в отношении партнеров тоже хорошо, как и заявление об безальтернативности демократии и единстве. Это, правда, стоит еще воплотить в жизнь, как и усиление своего ВПК и армии, как и производство ракет, как и контролирующие функции парламента, так и эффективное взаимодействие органов власти, реальное кадровое усиление правительства, реальные изменения в Минобороны. Реакция официальной Москвы давно предсказуема и по обыкновению касается милитарных аспектов плана Зеленского. Он подталкивает натовцев к прямому конфликту с нашей страной и опять настаивает на том, чтобы получить разрешение на использование дальнобольного оружия по территории России, прекрасно понимая, ну, по крайней мере, те, кто писали ему эти речевки, осознавали, к чему это приведет, потому что соответствующие заявления российским руководством были сделаны буквально неделю назад. Тем, кто в среду внимательно слушал украинского лидера, было понятно, что в получасовом выступлении отсутствует намек на слово «нет». Зеленский докладывал так, будто был уверен, что ответом на представленные пункты может быть только согласие партнеров. Но даже в Украине понимают, что рецептов достижения мира в нынешней военной ситуации не существует. Я думаю, тут злую шутку сыграло само название «План Победы». И оно некоторых настроило на ожидание чего-то такого, что принесет нам победу уже в ближайшее время. А на самом деле речь шла о предложениях нашим партнерам. И вот тут другое ожидание, другая реакция. Где-то, я бы сказал, несколько манипулятивная. А где-то, наоборот, заранее предубежденная. Суть этой реакции в том, что все, что предлагается, выполнить невозможно. План не будет принят. Но я обращаю внимание, что речь не идет и не может быть однозначной оценки. Вот ситуация, когда бы нам сказали, мы принимаем этот план, либо мы его отклоняем, такой ситуации не будет вообще. Это так, если иметь в виду, что сам по себе план является комплексом мер, растянутым на несколько лет. Правда, Зеленский успел сообщить депутатам Рады, что вопрос о приглашении Украины в НАТО будет решен в ближайшие месяцы. Вероятно, таким образом он интерпретировал слова генсиака Альянса Марка Ред, заявившего, что страна в будущем станет 33-м или 34-м членом Североатлантического Союза. При этом Зеленский забыл добавить, что теоретически Украину может опередить еще какая-нибудь страна. Кроме прочего, в Вашингтоне до сих пор не видят условий для приглашения Украины в Союз. Но на Банковой хотят сильных сигналов, и если они не поступают извне, инициируют их сами, как в вопросе использования западного оружия по целям в глубине России. Здесь, если решение будет, то только в зависимости от конкретных обстоятельств. Либо начнется эскалация войны со стороны России, и Запад поймет, что другого варианта нет, надо давать разрешение на использование дальнобойного оружия, как инструмента сдерживания. Либо поменяется руководство в США, например, и новый президент США решит быть более решительным, чем его предшественник. Но предугадать это невозможно. Поэтому, скорее всего, речь идет тоже об отложенном решении. Как бы то ни было, решение о милитарных вопросах, поднятых Зеленским, будет отложено на послевоенное время. Можно, конечно, цеплять к дискуссии в качестве спасательного круга результаты американских выборов, но ни один президент США не станет рассуждать о вступлении Украины в НАТО или размещении украинского контингента на своих базах в Европе, в то время как в центрально-восточной части континента льется кровь. Надежды на всеобъемлющую поддержку плана Зеленского в европейских странах, например, в той же Германии, тоже немного. Зеленский действует с этим планом как максималист. Это традиционный его стиль поведения. Он ставит планку достаточно высоко. И этот план – это скорее способ, способ воздействия на наших партнеров, способ их подталкивания к более решительным действиям, к более смелым решениям, к тому, чтобы сформировать общую, совместную стратегию дальнейших действий. И главный смысл того, что предлагает Зеленский, это на самом деле стратегия силового давления на Путина, стратегия действий с позицией силы и, конечно же, в рамках этой стратегии усиление позиции Украины. Вот это самое главное. Все остальное – это конкретика, это конкретные инструменты. И думаю, что Зеленский не ожидает, что по каждому направлению он получит сразу же какой-то конкретный ответ. А реакции общества разные. Есть и позитивные оценки, но есть и критика, есть разочарование. Поэтому в какой-то степени это традиционная история. Но очень хорошо, вот что отмечу, очень хорошо, что Зеленский и офис президента откликнулись на призывы, которые были в гражданском обществе, в социальных сетях, что этот план нужно представить обществу. Авторы плана победы акцентируются на предложении о послевоенном размещении украинского контингента на базах США в Европе. Кстати, первым такой сценарий в свое время предлагал Борис Джонсон. В качестве аргументации приводится боевой опыт ВСУ. Но в Киеве не могут не понимать, что подобная ротация затрагивает прежде всего американскую монополию в системе международной безопасности, распространяемую на европейский континент. Действительно, поведение Германии противоречивое. Канцлер Шольц после начала полномасштабного наступления в феврале 22-го года произнес речь о смене эпох и объявил, что Германия будет и в военном отношении поддерживать Украину, но она это делает сдержанно и не во всех отношениях. И, в частности, это касается дальнобойного оружия, этих крылатых ракет «Таурус», о которых уже многие месяцы идет дискуссия. И сейчас почему-то в немецком общественном мнении сложилось такое понятие, что поставка этого оружия как-то будет чем-то особенным для России, что это втянет Германию в эту войну. Поэтому, увы, Шольц и правительство Шольца тут просто следует за общественным мнением, с одной стороны, но с другой стороны тоже неэффективно старается менять это общественное мнение, а наоборот, как бы играет на поле правопопулистских и право- и левопопулистских партий, которые эту тему муссируют, войны, мира и так далее, которые играются вот с этим страхом в немецком обществе. Максимум, что возможно. Это переговоры о прекращении военных действий, условно о перемирии, но это не предполагает отказ от территории. Речь будет идти о том, чтобы договориться, если, конечно, противоположная сторона согласится, и вот для этого и необходимы военные давления, что военные действия прекращаются, но Украина не собирается признавать оккупированные территории российскими. Это табу. Об этом речь вообще не может идти. Когда вот ставится вопрос, мир в обмен на территории, я обычно нашим гражданам задаю вопрос. Мы от Крыма отказались? Мне сразу же отвечают, нет. Десять лет Украина не контролирует Крым, но в Украине никто не отказался от Крыма, ни власти, ни люди. Вот такая ситуация будет и даже в случае, если произойдет заморозка, произойдет перемирие. Но для этого необязательно заменять американских солдат на украинских. Киев неоднократно участвовал своим контингентом в различных военных конфликтах, в том числе и под эгидой миротворческих миссий. Сейчас же, когда Евросоюз обсуждает возможность создания собственной армии, украинская инициатива выбивается и из контекста Европы под одним военным штандартом. Во всяком случае, до тех пор, пока в плане Зеленского ни слова не сказано о слиянии послевоенной миссии ВСУ с континентальными вооруженными силами под командованием Объединенного Генштаба. Кроме прочего, условием для замены американских военнослужащих на украинских станет все то же членство Украины в НАТО, хотя бы на том основании, что украинская армия к окончанию войны должна полностью перейти на стандарты Альянса. Это предложение о том, что Украина может предоставить свои войска для защиты Европы или для каких-то миссий Запада, она уже долго есть в Украине. Она связана и с тем, что Украина теперь имеет уникальный опыт, военный опыт и тоже войска, которые знают, как применять новейшие технологии на поле боя. В принципе, это не такая уж и фантастическая идея, потому что в будущем, наверное, в любом случае такого рода помощь со стороны Украины будет запрашиваться, если будут новые военные конфликты или если будут миссии, скажем, НАТО за пределами НАТО, тогда это в любом случае бы касалось и Украины. Насколько это будет как бы в той мере, что можно заменить присутствие военной, присутствие США в Европе, вот украинским присутствием, это я еще не знаю, но то, что украинская армия в будущем будет, наверное, важным составляющим Западного Альянса, это сейчас уже можно передвидеть. Представляя в четверг свой план победы на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе, Зеленский заявил, что документ направлен на усиление всего евроатлантического сообщества, но опять-таки почти ничего не сказал об усилиях самой Украины по воплощению победных реляций. Впечатлительные европейцы, готовые оплачивать расходы Киева на войну, не очень понимают политическую подоплеку заявлений Зеленского. Ни в Германии, ни в Великобритании, ни во Франции не хотят видеть войну на российской территории. В этом смысле пожелания Банковой, Шольцем, Макроном или Стармером воспринимаются как избыточные. Здесь вновь хотят услышать, что делает сама Украина для своей победы. Об этом мы говорим с политологом Иваном Преображенским. Страны НАТО давно старались двигаться в том направлении, чтобы Украина сама наладила производство вооружений, которое ей не хватает. И эти пункты их очень интересуют в этом плане. Они готовы всецело помогать, финансировать и обсуждать с Зеленским, каким образом создать собственный ВПК в тех областях, где у Украины дыра. Достаточно сказать просто банальное производство патронов и снарядов, например, на территории Украины. Есть вопросы, по которым они, в принципе, сейчас не готовы договариваться. И это вступление Украины в НАТО или приглашение Украины в НАТО. Как минимум, Словакия четко совершенно, Роберт Фитц еще накануне презентации этого плана, явно имея уже информацию о том, как план выглядит, заявила, что не поддержит ни при каких обстоятельствах приглашение Украины в НАТО. Я думаю, к нему присоединится, безусловно, и Венгрия, и, может быть, даже некоторые неожиданные страны, типа какие-нибудь там Бельгии, с кого-нибудь из стран Скандинавии. То есть тут мы не можем уверенно сказать, кто именно выскажет аккуратную позицию, скажет, что, в принципе, мы за членство Украины в НАТО, но вот сейчас приглашение посылать еще преждевременно. Но самое главное, что весь этот план, за редким исключением, это не план того, как Украина собирается побеждать, а это план того, как Украина хочет привлечь помощь для того, чтобы победить. И как даже внутриукраинские критики многие говорят относительно этого плана, ему не хватает украинской части. Судя по всему, так называемой украинской части плана нет в секретных протоколах, которые сейчас изучаются в США, Великобритании и Италии. То есть Украина не хочет или не может учитывать тот же израильский опыт, когда вне зависимости от сторонней помощи страна обороняется собственными силами. Если принять во внимание, что западные страны, партнеры, не имеют политической воли, очевидно, для того, чтобы оказать всю необходимую поддержку, которую запрашивает Зеленский, это значит, что за этим планом что-то последует. В тот момент, когда Украина вынуждена будет признать, что план не был поддержан полностью и безоговорочно, должно последовать что-то другое. Первый вариант – это появление, собственно, украинского плана. Раз нас не поддержали, мы будем действовать собственными силами, и мы делаем вот это, вот это и вот это. Это один вариант. А второй вариант, к которому хотели бы многие западные союзники уже склонить Украину, потому что им кажется, что война стала слишком дорогой, нет, это вариант переговоров как раз. Поэтому, когда они видят этот план, они видят за ним сразу следующий второй шаг, и в их как бы картине мира этот второй шаг – это переход к переговорам. А переговоры – это как бы окончание войны. Я задам, может быть, странный вопрос. Вот с точки зрения Москвы, не усиливает ли план Зеленского, план без Украины, переговорные позиции именно России? Я думаю, что он на руку, как минимум, Кремлю в его внешнеполитической риторике, потому что он облегчает задачу, разговаривая не с западными союзниками Украины, но уж, по крайней мере, с третьими странами, типа Китая, Индии, Бразилии и так далее, задачу показать, что Украина не субъектна, что нам необходимо вести переговоры с Западом, и именно поэтому все сложности, а вы должны нас поддержать, потому что в реальности это не агрессия России против Украины, а это наше противостояние с условными США и их союзниками по НАТО. А в этой картине мира, безусловно, Россия может рассчитывать на поддержку так называемых стран глобального юга, гораздо более высокую, чем если это просто колониальная война, как на самом деле и есть. Нет, и широкий региональный конфликт, в ходе которого одна страна просто пытается уничтожить другую. Путин эту игру не выиграл, доказывая, что Украина не субъектна, потому что после, например, визита премьер-министра Индии в Украину и явного изменения позиции Индии, явного недовольства со стороны Индии тем, что делает Россия, уже стало понятно, что многие эти партнеры из глобального юга хотят видеть Украину с субъектом и хотят с ней взаимодействовать. Соответственно, вот аргумент, что вы зря пытались, на самом деле все равно все козыри в Вашингтоне и разговаривать приходится с ним. Во-вторых, это история о том, что ему необходимо показать, что без сторонней военной поддержки этот конфликт бы уже закончился. Это вот та самая риторика, которую пророссийские активисты или полезные идиоты в Евросоюзе активно используют. Может быть, это попытка Зеленского пресечь нарастающее в украинском обществе настроение в пользу переговоров с Москвой? Люди хотят подвести черту под этой войной, а Зеленский как раз избегает слов о переговорах, поскольку понимает, что нынешняя ситуация на фронтах, если и приближает какой-то мирный процесс, то на условиях Москвы. Ну, я думаю, что с одной стороны вы абсолютно правы, с другой стороны мы не можем залезть в голову Зеленскому и понять, какой конкретный, окончательный вывод он делает. Поэтому я считаю, что здесь надо показывать развилку. Зеленский, очевидно, дает понять, что воевать так, как раньше воевали, уже не удается, и необходимо сделать какой-то решительный вывод. Решительных выводов может быть два. Первый решительный вывод. С опорой на собственные силы мы продолжаем воевать, несмотря на то, что мы не получаем достаточной поддержки Запада, и мы это публично признаем. Всякий стон мы запихиваем в одно место, проводим мобилизацию экономики и мобилизацию населения, перестаем жить так в Киеве и в условном Львове, как будто войны и нету, и единственное, что нас беспокоит, это прилеты регулярные. Переходим на жизнь военного времени, полноценную, как условный Советский Союз во время Второй мировой войны. Полная мобилизация. Это вариант, который как раз предполагает, скажем так, положительный ответ на ваш вопрос. Да, тогда он пытается преодолеть любые разговоры о возможности переговоров с Кремлем для того, чтобы показать, что я мобилизуюсь, и вам придется всем мобилизоваться, и Украина будет биться до последнего. Это вот то, что аналитики условно на уровне сравнений называют условно-израильский вариант. Нет. Мы все, каждый для страны, отдадим все, что можем. Нет. Есть второй вариант, на самом деле. И второй вариант, это как раз переход к позиции переговоров. Я бился против переговоров всеми возможными способами, все меня бросили. Нет. Украинцы не хотят мобилизовываться, а Запад не хочет оказывать нам ту поддержку, которую мы у него попросили, и теперь нам придется сесть за стол переговоров. Это по-прежнему остается возможным вариантом. Но очевидно, что Зеленский этого варианта не хочет. Но не окажется ли так через несколько месяцев, что он в итоге придет именно к этому варианту, а не к мобилизационному, мне кажется, сейчас сказать нельзя. Я благодарю Ивана Преображенского. По мнению украинского политолога Владимира Фисенко, отношение как в Украине, так и в мире опосредовано отношением к Зеленскому. Яростные критики украинского лидера априори против любых его инициатив, но тут нет никаких открытий. Сложнее с ожиданиями украинского большинства. Фисенко считает ошибкой назвать документ планом победы. Само слово «победа» в нынешнем формате противостояния явно переоценено. В перечень из пяти пунктов невозможно вплести парадигму капитуляции Москвы. В этом смысле точнее западные аналитики, рассуждающие о плане окончания войны. Ну а пока европейские политики теоретизирует президент Байден, дает распоряжение о выделении Киеву нового пакета вооружений на 425 миллионов долларов, а Зеленский не исключает создание в Украине своего ядерного оружия, что вряд ли подразумевает разрядку. Все, кто смотрит нас в ютюбе, могут поставить лайк и написать комментарий, а также подписаться на канал «Настоящее время». Всего настоящего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!